Акция «Бессмертный полк» пройдет в нашем городе уже в пятый раз. 9 мая колонна людей, несущих фотографии участников Великой Отечественной войны, вновь откроет День Победы. Конечно, «Бессмертный полк» – это не просто акция, это возможность сказать спасибо героям-победителям. Она объединяет каждую семью и ее историю. А для того, чтобы в ней поучаствовать, достаточно всего лишь желания и фотографии, ну и немного потраченного времени. Ведь портрет участника нужно будет нести в руках. И в идеале это должно быть удобно. Ну традиционно в прошлые годы использовались рамки формата А4, в которые вставляется распечатанная фотография. Фотография, соответственно, выводится можно на черно-белом принтере быть. Практически у многих дома есть черно-белый принтер. В основном все фотографии военных лет, они как раз и черно-белые, что в принципе соответствует тому времени, тому периоду историческому. Можно было распечатать, просто вставить. И сейчас это тоже актуально точно так же. С обратной стороны осуществлялось крепление, либо на клей кто-то сажал, какие-то штучки доделал. Обычные крепежи стандартные для труб пластиковых, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Жестких требований конструкции, конечно, не предъявляется, равно как и формату фотографий. Но опыт, тем не менее, сын ошибок трудных. И если что-то можно упростить, почему бы этого не сделать, тем самым получив эстетичный и удобный вариант на выходе. На таких вот пластиковых листочках тоже изготавливается ДЦС с двухсторонним скотчем. Крепится фотография, да, изображение. Оно может быть заламинировано, оно может быть просто распечатано на плотной бумаге. И точно так же сзади у нас прикрепляются крепления, которые подходят под данную трубку пластику. Вот. Собственно говоря, сейчас это самый простой и удобный способ, который можно изготовить. Конечно, никто не запрещает использовать вместо пластика картон. Но тогда необходимо выбирать плотный материал, так как в противном случае фотография просто может не выдержать ветра. Ну а если в наше насыщенное и занятое время некогда самостоятельно заниматься изготовлением таблички с портретом, можно пойти в типографию, где все сделают за вас от и до. А в случае, если необходимо просто распечатать фотографию, данную услугу предоставят бесплатно. Можно полный комплект заказать. Это транспарант, он состоит из пластиковой подложки, ламинированный лист, на него приклеивается, соответственно, крепление и держатель, за что его носить. И все же, когда изготовление производится своими руками в кругу семьи, наверное, от этого можно почувствовать более сильную причастность. Особенно детям, которые понесут в руках не просто портрет прадедушки или прапрабабушки, а настоящую и дорогую сердцу историю. До 9 мая остались считанные дни. В шествии может поучаствовать любой желающий. Кстати, на фотографиях могут быть не только участники Великой Отечественной войны, но и все люди, которых коснулась та эпоха. Труженики тыла, дети войны. Те люди, которые так или иначе были причастны к событиям, которые происходили в 41-45 годах, теперь уже прошлого века.